А что, если я вам скажу, что люди в большинстве своем очень наивны, что мы слишком доверяем тому, что нам говорят СМИ, просто полагаясь на их репутацию? Это видео о беспрецедентных случаях, когда телевизор или печатные СМИ шутили над публикой. Порой весьма жестко. Но люди верили, даже если информация была полным абсурдом. Поддержите канал подпиской, а мы начинаем. В 1995 году газета Irish Times опубликовала статью, в которой говорилось, что руководство Диснейленда ведет переговоры с правительством России с целью покупки тела Владимира Ленина вместе с мавзолеем. Согласно статье, тело советского вождя планировалось осветить стробоскопами, чтобы подчеркнуть мертвенную бледность кожи. Вокруг мавзолея должен был быть построен новый аттракцион, а в самом парке продаваться футболки с изображением Ленина. Редакция Irish Times утверждала, что хоть Россия сразу согласилась продать Ленина, с мавзолеем страна расставаться пока не хочет. Естественно, эта новость вызвала неоднозначную реакцию общественности. Но ирландцы не были первопроходцами в шутках вокруг Диснейленда. Еще 10 лет до того французский ежедневник Le Parisien сообщил своим читателям о решении французского правительства разобрать Эйфелевую башню и перенести главный символ страны, встроившийся тогда Диснейленд. А на месте Эйфелевой башни будто бы планировалась постройка Олимпийского стадиона. Стоит ли говорить, что парижане были возмущены до губина души такими новостями? И ведь поверили же! В 1957 году известный диктор британского телевидения Ричард Димболби в эфире новостей на канале BBC объявил о том, что в том году выдался отличный урожай спагетти на макаронных плантациях Швейцарии. Диктор вещал, что такому урожаю способствовала не только мягкая зима, но и исчезновение главного вредителя, который до того времени постоянно атаковал плантации спагетти и вредил урожаю. Передачу посмотрело более 7 миллионов британцев, из которых несколько тысяч стали бомбить редакцию BBC с просьбой раскрыть секрет разведения спагетти в частных угодьях. Легковерные и назойливые зрители не верили операторам, которые уверяли их, что спагетти на деревьях не растут. В итоге операторам так надоело разубеждать особенно настырных, что вместо этого они стали предлагать дозвонившимся замочить спагетти в банке томатного соуса и ждать, когда они отпустят корни. В 1962 году в Швеции было черно-белое телевидение, и технический эксперт одного из каналов выступил с заявлением, что если зрители хотят превратить свой телевизор в цветной, им надо натянуть на телевизор нейлоновые колготки. Тысячи человек натянули колготки на телевизор и вглядывались в изображение, пытаясь найти признаки цвета, а цветная трансляция в Швеции началась лишь через 8 лет, в 1970-м. В 1994 году в качестве первоапрельской шутки американская радиостанция National Public Radio сообщила, что компания Pepsi объявила акцию. Тот, кто сделает тату с логотипом компании, получит пожизненную скидку в 10% на продукцию Pepsi. В итоге в редакцию стали поступать звонки слушателей, выполнивших условия и требовавших скидку, причем большинство из них были подростками. Такая шутка стоила радио судебного иска с последующей выплатой компенсации пострадавшим. В 2015 году компания Samsung анонсировала новый Galaxy Blade Edge – смартфон-нож, созданный специально для поваров. Корпус смартфона был сделан из специального керамического материала, подходящего как для нарезки овощей и фруктов, так и рубки мяса. При этом нож полностью защищен от воздействия воды и огня. Также нож должен был включать встроенный детектор крови, который в случае обнаружения человеческой крови или вероятности использования его в насильственных целях, сразу бы отправлял экстренный вызов в соответствующие службы. Как вы понимаете, это было шуткой. Но анонс Galaxy Blade Edge до сих пор можно найти на тысячах сайтов, где все представлено серьезно. В 2008 году двое любителей лазать по горам объявили миру, что во время очередной вылазки на природу обнаружили тело снежного человека во льдах. Парочка заявила, что тело вместе со льдами весят 255 кг, имеет большие ступни по типу человеческой и шерсть у него рыжеватая. Тело доставили в лабораторию для исследований. И вот, что исследователь сказал по завершению. Лед таял медленно. На следующий день мы пришли рано и обнаружили, что в некоторых местах шерсть уже вышла наружу. Мы решили сжечь шерсть. Оказалось, что она горит не как настоящая, а как синтетическая, то есть она растаяла в маленький клубок. Через несколько часов из-подо льда показались ступни Йети. Обнаружилось, что это просто резина. В итоге выяснилось, что те двое шутников были еще и предпринимателями. Продавали костюмы. А телом Йети оказался замерзший костюм гориллы. Впоследствии у обоих приятелей были проблемы с законом. А один из них, будучи еще и полицейским, был уволен со службы. В 2008 году BBC представил сюжет о летающих пингвинах. Пингвины поднялись в воздух и улетели от вечного холода к теплому солнышку Амазонки. Съемки якобы представили журналисты компании, находящиеся в Антарктиде. Разумеется, это была всего лишь компьютерная графика. В 1996 году Итартас поведала западным жителям, будто в России есть завод, выпускающий гранаты с бриллиантами. Якобы продукция класса люкс обрела небывалую популярность среди русских бандитов, которые хотели не только роскошно жить, но и красиво умереть. Взрыв такой гранаты оставит бездыханное тело вашего врага не в луже крови, а в окружении сверкающих бриллиантов, говорилось заметки. В 1989 году тысячи людей, едущие по своим делам по одной из красных трасс Англии, стали свидетелями приближения НЛО. Когда инопланетная тарелка приземлилась, шокированные люди стали массово вызывать полицию. Все оказалось довольно просто. Следующим днем был 1 апреля, а неопознанный объект – всего лишь воздушный шар, который усилиями дизайнеров превратили в инопланетный корабль. Этот шар должен был приземлиться на следующий день в гайдпарке в Лондоне. Но из-за погодных условий организаторы шутки промахнулись с расчетами, и объект приземлился не тогда и не там, где нужно. А вот еще один случай. В 1977 году программу новостей по всем каналам прервала трансляция странного голоса, который представился в релон Аштарской галактической команды. Инопланетянин любезно предупредил, что действия человека на Земле ведут к гибели человеческую расу. Это голос Канада, представитель компании Аштарской галактической команды, который рассказывает с вами. После этой трансляции полицейские участки разрывались от звонков напуганных граждан. Но до сих пор широкой общественности неизвестно, было то запланированной акцией или чем-то еще. В 1976 году в эфире канала BBC английский астроном Патрик Мур сообщил о редком явлении. Он рассказал, будто планеты расположились по отношению к Земле таким образом, что их совместное воздействие ослабило силу притяжения нашей планеты. Поэтому если жители Земли прыгнут ровно в 9.47, они на некоторое время испытают странное чувство невесомости. Разумеется, это была просто шутка, но люди со всех уголков Британии звонили в редакцию и подтверждали, сказанное астрономом. А некоторые из них и вовсе уверяли, будто им удалось полетать по комнате. В 2010 году в одной из газет Иордании вышла статья, будто недалеко в пустыне приземлился НЛО, который вырубил всю электронику вблизи места высадки. Из тарелки вышли на Землю трехметровые пришельцы, готовые к уничтожению человеческой расы. В городе Эль-Джафр началась целая паника. Детей не отпускали в школу, мэр отправил полицию разведать территорию. В городе началась подготовка к экстренной эвакуации. В конце концов газете пришлось принести извинения за столь жесткую шутку. Раз уж вы досмотрели до конца, может все-таки подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. У нас будет еще много интересного.